Привет, друзья, я Григорий Герман. Зачем российским повстанцам нужен был рейд в Белогородскую область? И приведет ли он к чисткам в российской власти? Ведь и ФСБ, и Росармия оказались не готовы к такому развитию событий. Дадут ли мужикам в приграничных областях оружие? И кто сможет финансировать повстанцев, когда они зайдут в Россию уже всерьез и надолго? Согласитесь, что рейд Легиона Свобода России и Русского Добровольческого Корпуса стал одним из главных и, наверное, самых ярких событий мая 2023 года. Неожиданный ход на несколько суток, привлекший внимание всего мира к Белгороду и даже к небольшому городку Грайворону, самому западному городу Белгородской области. Породивший за 24 часа огромное количество разнообразных теорий, вызвавшие на пропагандистских мордах рекордное количество морщин, тревоги и озабоченности, всколыхнувшие украинское общество волной мемов и шуток, а российское общество такой же волной растерянности и непонимания. Как же так? Ведь это же... А где же ФСБ? А где армия? Как такое вообще может быть? И мое самое любимое, а нас-то за что? Война, развязанная российским руководством, война, от которой так кремлевская кодла тщательно старалась оградить своих граждан, пришла на территорию РФ в лице подразделений российской вооруженной оппозиции. Все участники этой акции были гражданами России. Они провозгласили политические цели, в которых нет ни грамма сепаратизма или нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Никто из повстанцев не требовал присоединения территории к Украине или к какому-то другому государству. Нет. Они четко и ясно артикулировали смещение нынешнего путинского режима как свою единственную цель. Тем самым поставив четкую грань между тем, что происходило в Украине в 2014 и тем, что происходило в России в 2023. Это очень важно, поэтому я озвучу. В 2014 году граждане России, выдающие себя либо за граждан Украины, либо вообще никак не обозначая свою принадлежность, проникли на территорию независимой страны и инициировали недвусмысленно сепаратистское движение, призывавшее к отделению части суверенной территории страны и присоединению этой части к территории другой страны. В 2023 году граждане России, признающие себя гражданами России, в составе подразделений российской оппозиции вошли на территорию своей страны и выдвинули требования смещения власти своей страны. Это основное. Ну а для того, чтобы максимально полно представить себе, что это было и что может быть дальше, я пригласил для обсуждения белгородского или грайворонского инцидента Илью Пономарева, поскольку он неоднократно озвучивался как представитель политического крыла Легиона Свобода России и украинского политолога Бориса Тизенгаузена. Оставайтесь, будет интересно. Ну, если опустить такие радостные крики славы БНР, которыми все украинское общество шутило и смешило и мемило в течение нескольких дней, если говорить серьезно, то первое, что я вижу во всем этом, это то, что Украина по большому счету снова нанесла удар. Она разрушила в течение прошлого года весь миф о наступательной мощи российской армии. А вот сейчас Легион Свободы России, Российский добровольческий корпус, по большому счету, сломали миф о возможности режима защитить свое отечество. Мы не увидели необещанных Росгвардии планов или быстрых реагирований, групп быстрого реагирования, ничего такого не было. Так и есть, и есть, наверное, несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, я считаю. Во-первых, мы вернули бумеранг. Нас там нет, технику можно купить в военторге, и вообще это какие-то там непонятно кто. Да, действительно, это граждане Российской Федерации, которые по разным причинам воюют за Украину, но Россия оказалась не готова к нестандартному сценарию. Даже к своему собственному, похожему сценарию, который они реализовали когда-то на Донбассе, нас там нет, и это, и все можно купить в военторге, и танки тоже, они оказались не готовы, что к ним могут применить подобный сценарий. Дальше вскрылась чудовищная, на мой взгляд, неспособность охранять не просто свою границу, но и граждан. И фактически небольшая группа по разным оценкам, от 80 до 100 человек, зашла, да, у них была техника определенная, но это единицы. То есть зашла и проникла на глубину до 8 километров по разным оценкам. Во всей области там устроила шухер грандиозный, да и в соседней тоже. И в России, вот я когда читал российские телеграм-каналы, мне интересно было, что же россияне из Белгородской области, как они себя чувствуют. И много комментариев было, а представьте, что это не 100 человек, а 1000. А представьте, что это 10 тысяч. Мы бы их где-то у Москвы останавливали, а 100 тысяч. Ну то есть вот эта чудовищная неспособность. Плюс есть еще один момент. Сотню тысяч положить за кусок выжженной земли в Бахмуте. И фактически, ну там, где нет граждан мирных российских, там нет некого защищать уже. Там даже, по-моему, ни одного здания целого не осталось. И полностью быть неспособным защитить, когда в дверь к своим российским гражданам постучатся, скажут, добрый вечер, мы из России, а давайте-ка, значит, а давайте-ка мы будем вас эвакуировать отсюда. То есть плюс начали, усилилось противостояние внутренней Минобороны, ФСБ, спикеры типа Пригожина, Гиркина и так далее. Губернатор наехал на Минобороны, жители наехали на губернатора, 10 миллиардов рублей потрачено на оборону Белгородской области. Где тероборона? Вопрос, они же там создавали, деньги выписывали на это. А, ну, ты говоришь, что там без юмора, без юмора, но нельзя без юмора говорить про то, что как объехали вот эти зубы дракона, как называют их, да? Пирамидки. Их просто объехали за 10 миллиардов. Плюс потом видео, когда белгородцы рвут двери в бомбоубежище и покрывают матом губернатора и говорят, мразь, да, открывай бомбоубежище. То есть вот что произошло. Это правда, это еще разбитый, еще один миф про неспособность, там уже лежат мифы, про неспособность, значит, победить российскую армию, про невозможность сбивать кеджалы, и вот туда же миф про граница на замке. Я на самом деле считаю, что вот это вот 22 мая, это действительно день рождения новой России. Вот мифический праздник 12 июня новая власть, конечно, отменит, а вот этот день освобождения, день 22 числа, день, когда российские освободительные части впервые зашли на территорию путинской России и образовали там территорию, которая свободна, я думаю, что это войдет в историю, несмотря на то, что, конечно, это еще только пробопирает, там первый такой эксперимент, но он, конечно, будет повторяться, расти, и мне действительно очень важен вот этот вот миф, потому что мне же все время во всех абсолютно разговорах, все международные политики, все журналисты, и даже все военные, они говорят, ну как же так, ну в России там столько силовиков, сколько же вам нужно сил для того, чтобы там дойти до Москвы и так далее. Ну вот посмотрите, да, то есть с той же самой силой, которая зашла в Долгородскую область, если бы они сразу бы по дороге поехали на Москву, они бы и до Москвы были бы дошли, ровно с тем же самым результатом. И я на самом деле совершенно не шучу, другое дело, что с этими силами нельзя было бы Москву взять, контролировать, да, то есть технически надо, там больше людей, чтобы контролировать те командные точки, но дойти можно было и домой, и до Москвы абсолютно, просто чтобы вернуться, да, то есть вот с этим была бы проблема. И, конечно, нам не нужна никакая БНР, нам нужна целиком Россия, нам нужна нормальная Россия, которая бы прекратила существование в качестве империи, которая бы отпустила всех тех, кто хочет уйти, которая бы то, что осталось, превратила бы в нормальную европейскую страну, которая была бы тоже частью Европейского Союза и НАТО, и которая бы больше никогда не угрожала своим соседям, вот же, что нам нужно. И я считаю, что вот эта мечта, она сейчас уже находится совсем-совсем не за горами. Эта операция, она успешна, я сейчас, ее не нужно оценивать военными какими-то критериями, то есть сколько там уничтожено российских военных, захвачено техники, ее нужно оценивать с точки зрения информационного и влияния на морально-психологическое состояние военных и мирных граждан Российской Федерации. Поэтому она уже успешна. Они сейчас анонсировали «Легион свободная Россия» и РДК, анонсировали, что таких операций будет много, они будут везде, как говорится, хавайся в жито, будем заходить, люди захотим. Поэтому действительно, ой, крайне успешно. И мне кажется, что там, как где-то с какой-то стороны, Китай такой, о, ну, точнее, Китай там не о, Китай прекрасно понимает, что если тут никакого сопротивления не встретили, то там вообще никого нет, просто нет. Там можно флот весь захватить, зайти и просто его захватить. У меня такое ощущение, что на самом деле никто, ни губернатор, который там осваивал эти средства, ни район местной ФСБ, ни местные погранцы, ни даже руководство группы войск Белгород, которые вот здесь вот она находится, они просто не ожидали всего этого. Они не ожидали, что такое в принципе может произойти. Угу. Да, абсолютно. То есть не ожидали. Ну, то есть это очень смешно. Они на уровне Путина как бы не верят, в этом случае публично все время говорят, чтобы не верить западным партнерам. Да. Они, значит, нас обманывают все время, там потихонечку НАТО расширяют, там еще всякие гадости делают. Но при этом в то, что Запад не даст Украине наступать на Россию, они свято верят. И, соответственно, увели абсолютно все войска с приграничной зоны. Оставили там просто ни о чем. Ну, там группы, как в Белгороде, было 70 человек. С 7 тысячного состава на 40 тамках, да, и там сколько-то там группы. Да, ну, 97% российская армия сейчас находится на территории Украины. И в этом есть военный смысл всей этой операции, вот про которую меня все время спрашивают. Вот эти двое героев, которые погибли в ходе этой акции, они спасли, на самом деле, тысячи жизней украинцев, и, кстати, русских солдат. Потому что их теперь из Украины перебросят на всю границу, там, 700 с лишним километров, поэтому там, ну, там как минимум 10 тысяч человек будет переброшено, ну, может быть, 20 тысяч человек будет переброшено. А это означает, что наступление пойдет веселее, и что жертв среди украинских солдат будет гораздо меньше. Будет ли какая-то по итогам этого всего чистка в высших эшелонах, да, ну, хотя бы на уровне руководства группы войск, да, там, группа войск Запад, или хотя бы там армейская оперативная группа Белгород, а хоть кто-то в ведомстве Шойгу и Герасимова будет заклеймен как предатель и будет выполнять роль козла отпущения? Не будет никаких чисток сейчас, потому что сейчас, во-первых, как бы там ни меняли эти кровати в бордель, ничего от этого не изменится, и все это все прекрасно понимают. Во-вторых, сделать чистки, то есть это же нужно сажать людей, это нужно сажать людей, а сажать людей, это признать, что все идет не так, напугать еще больше своих вот этих юнитов там. Поэтому сейчас нет, после войны, да, будет условное дело генералов, посадят, расстреляют, не знаю, что с ними сделать, скажут, что они виноваты. Ну, я не знаю, какие вообще выводы, он в принципе может сделать, да, но вот он послал генерала-полковника Лапина во главе взвода, значит, выбивать легион на РДК с этой самой территории, мы видели эти, соответственно, видео, как он флагом Советского Союза на рукаве там, значит, группа солдат, то есть идет там потериться всеми командой за родину, за Сталина, умрем же здесь под Белгородом. Я знаю, знаешь, какая у меня ассоциация возникла? Мне показалось, что ему сразу же перед этим показали фильм «Апокалипсис НАУ», да, и вот этот вот полковник армии США, который голый по пояс, да, он ходил под пулями там и разговаривал о серфинге, да, вот точно так же Лапин увидел себя в этом же образе, да, идет перед БТР, посылает. «Апокалипсис». Тот, значит, был готов показать свой торс, я сомневаюсь, что генерал Лапин будет готов, значит, не постыдиться и показать свой торс. Я там, что видел, идет там эта каска, когда сейчас голова отвалится, и все, у меня есть определенные сомнения. Реакция пропаганды на то, что происходило в Белгороде. Я сейчас даже не о потерянности в глазах, о панике и непонимании, что говорить, да, я немножко о будущем. Как ты думаешь, смогут ли они использовать белгородский инцидент для поднятия вот этой волны народной отечественной войны, в которой Россия жертва, вот смотрите, видите, а мы же вас предупреждали, что мы начали эту войну, чтобы такого не происходило. Не смогут. Не смогут, потому что они когда-то делали похожую штуку перед второй чеченской кампанией, взрывали сами сюда дома, но для того, чтобы там привезти Путина, оправдать войну, кинуть чеченцев, с которыми они подписали Хасавюртовские соглашения, они делали это. То есть, они пока еще не дошли до взрывов школ там и всего остального. Но и это не поможет им сейчас. То есть, волна народного праведного гнева и патриотизма, она должна появиться тогда, когда ты вроде как за правое дело какое-то. Но здесь-то все понимают, даже пропагандисты изначально, что мы как-то хотели туда, в Киев, мы же туда, да, против НАТО воюем, если бы не мы, то нас и так далее. Но они же это понимают. И они очень четко понимают, что придут вот то, с чего мы начали. и будут знать, за что уничтожать. Поэтому россиянин и патриотизм, обрати внимание, вот эти первая волна мобилизованных, они чем возмущались? Не тем, что им там патриотизма не хватает, а тем, что им бабла не платят вовремя. И тем, что автомат ржавая и форма фигурная, да. Совершенно верно. Не было такого, что... Или на улицах спрашивают, а вот вы пойдете, ну призовут, пойду. То есть они говорят, конечно, они бы уже все были там, на войне, если бы это была праведная война. Вот сейчас уже та тодика, когда они не понимают, куда они идут с этой войной, они понимают, что не будет такой победы, как они себя нарисовали. И она никакая не праведная война. То есть они идут воевать за бабки, ну или если призовут, как они сами. Поэтому я сомневаюсь, что какая-то волна, значит, объединительная их толкнет туда, на фронт. Фактически то, что сейчас происходит в Украине, с точки зрения восприятия рядового россиянина, эта война даже не гражданская, она скорее религиозная. Какие-то вот еретики, которые хотят в Европу, а мы вот тут со скрепами и против геев. Вот же, что находится в такой средней голове среднего россиянина. Поэтому и бороться с этим надо проповедью, прежде всего. А патриотическую войну можно возбудить, если будут там, не знаю, какие-то чернокожие солдаты в американской форме. Вот тогда можно, значит, возбудить. Англичан каких-нибудь показать, вот этих таких каскок, и, значит, колодиальных, на это можно возбудить. И там немцев, значит, чтобы они на своих леопардах, ну там с крестами обязательно туда поехали. Вот на это можно возбудить. А на вот такого типа операциях, которые были в Белгороде, возбудить никого невозможно. Как с твоей политологической точки зрения ВСУ, Вооруженные силы Украины, могут использовать вот заход диверсионных групп Свободы России и РДК на территорию России? Ну здесь, если так, я не сильно там военный эксперт, но то, что сразу бросается в глаза из профитов таких военных, это переброска войск оттуда, где они, там, где интенсивность боев велика, рассредоточение по границе, ну или изыскивание резервов каких-то Росгвардии, чтобы сюда границы перебросить. В общем, проблема. А граница-то огромная, то есть ее не закроешь, это всем понятно. Это первое. Второй момент, они же почему сразу не хотели применять авиацию? Ну, можно же было, ну, едет пять этих машин, да, можно же было поднять самолеты и разнести их там, если такая, а они не хотели и не могли, потому что у нас появились средства поражения, которые могут уничтожить на определенном расстоянии вглубь Российской Федерации. И три вертолета и два самолета недавние, которые практически одновременно были уничтожены, тому доказательство. То есть еще один момент, момент выманивания, там, скажем, определенных ценных машин российских, которые могут уничтожаться. Еще, если эти заходы будут одновременно сразу в несколько областей, Гурская, Брянская, Белгородская, то тут вообще сложно понять, как россияне будут действовать. Плюс мы же считали алгоритм, их планы этого, как они начинают действовать, изначально можно с учетом этого алгоритма формировать заходы какие-то. Поэтому для нас это действительно, причем обратите внимание, абсолютно небольшой группой заставили там и область подняли на уши. Жена губернатора из аэропорта убегала. Текало, это даже не убегало, это текало. Надо больше, надо больше таких атак, естественно, больше сил оттягивать, но я считаю, что мы выполнили и перевыполнили план в ходе этой операции. То есть, как говорю, мы говорим сейчас про десятки тысяч, даже не про тысячи путинских солдат, которые будут выведены из Украины, в сочетании с тем, что еще и Вагнер соответственно уходят. То есть, в общем, это прекрасно. То есть, боеспособность российской армии в момент наступления падает очень хорошо. Заявление очень громкое, очень яркое и красочное, что война будет продолжаться до тех пор, пока тело Путина не украсит стены Кремля. Насколько нынешние события в Белгородской области могут повлиять или приблизить свержение власти Путина? Или потеря им власти? Хороший вопрос. Я думаю, что даже успешное контрнаступление все равно не сметет Путина. То есть, да, там еще больше усугубятся, обнажатся там какие-то процессы недовольства, куда мы идем, что мы делаем, у нас отбирают оккупированные земли, нас уничтожают, им оружие бесконечно поставляют и так далее, и так далее, но все равно Путина не снесут. И тут главный вопрос, понимаешь, который уже два или три раза проговаривал Вуданг, ну, типа, что это за путь, а тот Путин, который пришел или не тот? И вообще, что там и кем правит? Единолично он правит страной, вот так принимает решение? Или все-таки есть некая группа, которая там принимает эти решения? Да, Политбюро очередное. Да, Политбюро. Поэтому я думаю, что за эти заходы никоим образом не повлияют. у Путина есть то, что было у Гикнера. Полный контроль над средствами массовой информации. Полный. Даже если посмотреть один раз человека посадить в комнату, нельзя, конечно, так издеваться и дать ему целый день смотреть российское телевидение, он привыкнет и скажет, а что там в Белгороде всех же уничтожили, все успешно все отчитались, вот, значит, машины валяются, там, авиация нанесла удары. Ну, то есть, если там он фильм там снимал, понятно. Ну, то есть, человек выйдет и скажет, все совершенно по-другому, ну, там, в телевизоре. Поэтому вот, что есть у Путина. Если у него забрать инструмент пропаганды и контроль полностью над СМИ, тогда, может, и процессы как-то начнут двигаться. Ну, конечно, это сильный шаг в ту сторону. Еще раз, ну, то, что мы говорили, распад государственности, да, это вот в ту сторону. И, конечно, это заставит еще больше людей в путинском окружении задуматься, да, туда ли мы идем и с тем ли человеком нам по пути. Вот. Или что-то, соответственно, думать на эту тему. Я не знаю, что и когда будет. Я все равно считаю, что, скорее всего, там, окончательно этот удар нанесет именно украинская армия, скорее всего, Крыму. Вот. Но то, что это, безусловно, важный, довольно широкий шаг в нужную сторону, ну, меня сомнений нет. Представим себе, что в будущем один из таких заходов, более массовый, более глобальный, переходит в то, что они занимают какую-то часть территории, которую удерживают в течение не одного или двух дней, да, в течение месяца, двух, трех и далее. Это деньги. Помимо того, что это оружие, это люди, это еще и деньги. Кто может взять на себя, и если потенция в российском, в российской элите, взять на себя финансирование, пусть скрытое через биткоины, как угодно, да, но, тем не менее, вот такого вот образования государства. Опять же таки, бумеранг. Ты же помнишь, что Малафеев, да, платил за все, что происходило на Донбассе. Да, понимаю, что тут как бы нюанс. Удивление территории подразумевает кучу моментов, которые так или иначе переводят войну в другую категорию, в другой разряд. Пусть даже это чисто руками российских граждан будет сделано. исключение. Да, но тебе нужно будет проводить фильтрационные мероприятия, тебе нужно особо ярых коллаборантов за стенки, ну, нужно не коллаборантов, а каких-то там предателей, негодяев. расистов. Расистов. То есть, это как бы вообще довольно сложная, мне кажется, ситуация. Если бы она происходила с другой стороны, не со стороны Украины, а вот там где-то с другой стороны. Вот там кто-то играл, говорит, я губернатор, да пошел это Путин, это моя область, вот моя ЧВК, слеза не одержим оборону. Это мои. Вот так, вот это бы вообще прям на уран прошло. И на это бы деньги нашлись, особенно если регион богат полезными ископаемями. Но это, я думаю, что там бы просто подавили довольно жестко, кроваво, чтобы другим неповадно было. Вот это, кстати, способно было запустить процессы необратимы. Если вдруг кто-то внутри России, не заходя из Украины, а просто внутри России сказал, все, моя область, я отделяюсь, по границам все закрыть, ЧВК мое, все здесь, оружие я накупил, сижу здесь. Вот это было бы, это было запустило процессы. Насколько там российские богатые и очень богатые люди готовы купить себе индульгенцию в будущем, финансируя в том числе и российское освободительное движение. Деловые люди, мысли с таким образом, дайте нам гарантию, что если мы отгрузим бабки сюда или туда, или сожгем их во дворе, неважно, дайте нам гарантию, что и будут выполнив вот эти вот самые ваши условия, у нас в жизни будет все хорошо. Вот как они ставят, соответственно, вопрос. Понятно, что вооруженная сила, которая находится еще не на территории России, таких гарантий дать не может. Он говорит, когда-нибудь, когда мы станем властью, мы там это учтем. Но это не гарантия, это намерение, еще неизвестно, кто там выжил. То есть к этому моменту времени гарантию здесь и сейчас можно дать только в контексте санкционного процесса. Поэтому я к нему и возвращаюсь. Да, они говорят, пожалуйста, они скажут, российской вот этой освободительной армии давайте, пожалуйста, мы дадим туда. Только вот пусть люди, от которых санкции зависят, они нам скажут, что если мы туда бабло отгрузим, то здесь, то есть к нам претензий больше не будет. Вот они таким образом крайне просто и примитивно ставят вопросы. Никаких у них нету там вторых мыслей о том, что русские убивают русских. Вот это всего, все это рефлексии, которую транслируют российские дибралы у них нет. Абсолютно пофигу. Им пофигу только бабки. А бабки связаны с гарантией. Получат гарантии и будут финансировать. Не получат гарантии, ничего они финансировать не будут. Они будут выжидать и смотреть, чем дело закончится. Что дальше, по твоему мнению? Как будут дальше развиваться события в приграничных областях? Прянская, Курская, Белгородская? Не исключаю, что может быть некий мульти-заход сразу в несколько областей. Ну вот ребята сейчас попробовали свои силы, поняли, что они просто максимально, даже, наверное, неожиданно для себя успех такой получили. и может быть заход сразу в несколько областей. Во-первых, это там попасть в россиян в какую-то действительно панику, сразу везде. И плюс компания по дезинформации. И тут уже не только «Легион свободная Россия», тут прям профессионалы должны работать. когда шли объявления, что, мол, уважаемые жители Белгородской области, диверсанты переоделись в форму полиции, поэтому, если видите полицейского, стреляйте там и так далее. Арестовываете, стреляете, останавливаете, да. Да. Ну это такой локальный пример. То есть я думаю, что будут они еще и сразу в несколько областей. На самом деле, всем понятно. И в Украине, и в Европе, и по всему миру, и давайте честно и откровенно, даже в России, что это только начало. Это даже не первый акт. Это вступление к первому акту. Не-не-не, даже не так. Это оркестровая репетиция. Украина устами официальных лиц, уполномоченных от имени государства комментировать эту ситуацию, четко заявила, что это внутреннее российское дело, в котором принимают участие граждане России. И если какие-то граждане России решили, что более терпеть рашистский клептократический режим Путина невозможно, и добиться его смены демократическим путем тоже невозможно, гражданские акции невозможны по многим причинам, и единственный путь это путь вооруженной борьбы, значит, это выбор граждан России. А то, что этот выбор может привести к падению режима, а значит, и к прекращению российской агрессии, в любом случае хорошо. Притом, хорошо не только для украинцев, но и для всего мира, а в первую очередь для россиян. Они, россияне, являются первейшими выгодополучателями от смены насквозь прогнившего, проворовавшегося, лживого режима, угнетающего свободы россиян, распродающего богатство России и ведущего ее к пропасти. Как минимум, теперь у россиян, которые не могут более сидеть, сложив руки, есть альтернатива. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.